Экономика высокой якости. Задачи на 2024 год окреслили у Могилевским гарвиканками. Обновленный боевый стяг урушили 188-й гвардейской инженерной бригаде. Увага и штабионный клопот для пожилых людей у Слаугордским районе. Активная работа по притягнению инвестиций и экономика высокой якости. Все такие задачи подставил перед кировницей Могилева старшиня Абылвыконкам Анатолий Сашенко под обязанности в наступном материале. У Могилевским гарвиканками подвели выники социально-экономичного развития и выконания бюджета областного центра за минулый год. По словах первого наместника старшиня гарвиканками Игоря Бушлякова, летость рост заработной платы у Могилеви скла у 119,4%, что перевысило задание амаль на 3,5%. Пока шикагульных поступлений у доходов у городский бюджет перевысил от знаку у 129%. Экспорт услуг составил 118,5% при годовом задании 106,4%. Розличный товарооборот торговли через все каналы реализации составил 106,9% при задании 104,5%. Объем строительно-монтажных работ составил 501,6 млн рублей при задании 494,9%. А кроме того, у параунанне с 2022 годом у Могилеве выросли показчики у будовництве, энергосбераженні, стварэнні новых предприемствов. Але за 11 основных годовых заданнёй у Могилев выканал 8. Тому ёсь над шым працаваць. Мы хотим жить в чистом, благоустроенном городе. Чтобы у нас было сообщение, чтобы у нас работали детские сады, школы, магазины. Мы всё это хотим. Но чтобы всё это было, надо, чтобы каждый на своём рабочем месте выполнял то, что ему положено. И каждый развивал своё предприятие. Чудес не бывает. От эффективной працы экономики напрямую залежит развито социальной сферы. По словах Анатолия Исааченке, всё лето треба реализовать больше инвестиційных проектов. Такое меркование подтримаў старшыня Гарвы Конкама Александр Студню. Инвестиции и модернизация – это одно и то же принципи. Без этого не будет движения. Если сегодня не укладывать деньги в развитие, ну, ничего не будет. Задача сегодня, в первую очередь, может достучаться нам, в первую очередь, до инвестора и выслушать его вопросы, касающиеся, наверное, тех перспектив и вопросов, которые возникают при ходе реализации. Представники Улады Гарвы Конкама у Могилёвшины традиционно выходят на совязь с Жихарами в области по суботах. 20-го студеня телефоновать можно с 9 и до 12 годин. Так, например, эту суботу у Могилёвским Гарвы Конкаме ваше телефонование будет принимать Игорь Гушлякову, наместник старшыни Гарвы Конкама. Нумер телефона для совязи – 42-21-02. А у Бабруйскім Гарвы Конкаме на питание и за уваги будет отказывать первый наместник старшыни Дмитрий Максименко. До его можно потелефоновать по номеру 68-0018 у Бабруйску. Нумеры телефона Ураева Конкаму и подразделению можно доведаться на их информационных ресурсах. У Могилёве в тестовом режиме запрацовала оплата проезду банковскими картками. У автобусе маршруту номер 12 у салоне теперь установлены валидаторы для приёма оплаты без уделу кондуктора. Пилотный проект по оплате проезду у автобусах Могилёва бесконтактовыми банковскими картками запустил Сбербанк разом с Могилёвским автопарком номер 1 и IT-компанией Международный деловый альянс. Мы видим, что сегодня процесс взимания происходит во всех торговых каких-то объектах, в том числе и тестируется это оборудование по взиманию оплаты в общественном транспорте. Это позволяет без суеты, без каких-то дополнительных трудовых затрат при посадке в автобус совершать оплату проезда. Для оплаты проезда у автобусе треба поднести банковскую картку до валидатора и поднимать одну-две секунды. На экране валидатора з'явится текстовое поведомление. Оплачено. Если карточка, допустим, скомпрометирована либо повреждена, будет получено сообщение от МОВА. Бумажный чек не предусмотрен. В случае проверки оплаты проезда контролёрами необходимо будет приложить банковскую карточку к специальному устройству кондуктора. И контролёр сразу увидит, оплачен проезд, либо нет. К оплате принимаются любые карточки системы Белкарт, МИР, Виза Мастеркард, выпущенные белорусскими банками. На автобусном маршруте номер 12 валидаторам обсталявана 4 одинки транспорту. Реализация пилотного проекта только и началася. На его выники поплывая активность мегелевчан у корыстаниях этим обсталяванием. Алина Бабарыкова, Дзянис Жавина, Новины Региона. 19-го студене своё профессийное свято означает супрацовники Министерства по надзвышайных ситуациях, люди, чьё призвание ратовать життём. В аурочистой обстановце присягнули 94 молодые супрацовники. У строей амаль сотня человек, які обрали своей праце и подразделение Министерства по надзвышайных ситуациях. Кажуть, выпадковых людей тут нема. Кожный из них присягает на верность белорусскому народу. Каждая из них – это патриот своей страны, прежде всего. И у них внутри существует потребность быть полезным своему государству. И вот внутренний голос, внутренняя потребность, а уже он, являясь патриотом, привела его сегодня в нашу службу. Усеяны уже самостойно працуют у своих подразделениях. Я отслужил в вооружённых силах Республики Беларусь и решил пойти в МЧС. И оказался в Белынческом РУЧС. Что уже делали по службе? Тушили пожары, спасали людей. Для Владислава им к ней не стать ртовальником. Это ожидание протягнуть справу батьки, подполковника, офицера запасу. Я с детства был знаком с этой профессией. Много времени проводил даже в пожарной части. И когда набрался сил, появилась возможность поступить в органы и подразделениям по чередам ситуациям. Появилось такое решение. И по стопам отца решил пойти. Я надеюсь, что то, что не сумел сделать, доделать я, доделает он. Поэтому он молодой, энергичный. Думаю, что всё у него получится. Сирот новобранцев и шесть девчат. Свой шлях у ртовальники Ганна Бондар почала у Могилёвским городским отделе по надзвучанных ситуациях. И вот я на ужасу працовник МНС. Работа в МЧС для меня была очень ответственным решением. У меня муж является работником МЧС. Я очень долго думала и настраивалась на то, чтобы быть готовой в этой работе. Сегодня молодые ртовальники приемают в иншаванне, а завтра их чекает нелёгкая служба. Головная мыта, якой – радовать людей. Сеня Мертусевич, Александр Тарасов. Новины региона. На первые дни профессийного свято 188-й гвардейской инженерной бригаде урушили обновленный боевый стяг, чему это ритуал особливый для армейцев, ведая Виталина Петрусевич. Боевый стяг – символ воинского гонору, доблести и славы. Знамя свечит про историю и заслуги воинской части, а так само приналежности ей до Узбройных сил. Боевый стяг заусюду знаходится с воинской частью, а на поле боёв у районе боевых деяний. Тому стяг – амальшто святыня для кожных азармейцев. У 188-й гвардейской инженерной бригаде, конечно, был свой боевый стяг, але с протягом часу спотребилась рестаурация. И вось обновленный стяг – знов уродных стенах. Обновленный стяг, больше отказностей и новые планы. Опираясь на бесценный опыт предшествующих поколений, мы продолжаем чтить память их и продолжаем совершенствовать наше боевую выучку-мастерство. В вооруженных силах объявлен год полевой выучки, ну и здесь всё отсюда и исходит. Учиться тому, что необходимо с учётом опыта последних военных конфликтов. На урочистости просутничали командиры усих воинских частей инженерных войск из усёй Беларуси. Это так само подкресливая значность падеи, которая тем больше отбылася на предыдании Дня инженерных войск Республики Беларусь. Искренне желаю вам уверенности, уверенности в своих силах. Не самоуверенности, а именно уверенности в себе, в своих подчинённых, основанных на знаниях, опытах, на ваших умениях. С праздником вас, дорогие товарищи! Виталина Петрусевич, Леонид Сикорин, Новины региона. Республиканская доброчинная акция «До всей души» показала, насколько важная увага и штадённый клопот для пожилых людей. А для особных категорий – это необходность. И в этом накерунке повседённо працуют социальные службы и волонтёры, как бы забеспечить потребы сталых людей. Наш материал со Слауградского района. Мы – волонтёрский отряд Божьей коровки. Очень любим помогать людям. Всегда рады прийти на помощь. Помощь важна, конечно. И пожилые люди мне нуждаются, особенно когда зимой, когда не хватает физических каких-то сил. Или там, ну, в разных ситуациях. А дома по господарцу увихается социальный работник Татьяна. Приходить празд день на некольких годин. Таких, как Галина Баранова с сыном, у Татьяны ещё 8 человек. Работа непростая, але женщина лечить её вельми важной. Чем нравится? Помогать. Одиноким, одиноко проживающим. Ждут нас очень. Из нас, как Галина Михайловна выразилась, никуда. Это человек душа. Ну, таких, наверное, людей очень мало сейчас в настоящее время. Но, однако, нам повезло. Нас, наверное, Господь пожалел, что мы вот такие, как говорится, и немощные. Ну, не знаю. Она и поговорить, она и помочь. Ну, везде, во всём. То есть, ну, как дочь нам стала. До помога социального работника, зразумела, не один. На прамок районного центра соцобслуговывания населенства. Его наведывают амаль полсотни пожилых и три десятки инвалидов. Для их организованы реабилитационно-працовные майстерни, клубы и гуртки, на яких люди освоивают житево важные умения. Навед, с ухранением сучасных технологий, як, например, выпечка хлеба. Тут же есть макчимость развивать свои сдольности и несумно бавить час. У Сибакова поддерживать особливые категории людей и сделать их будни больше легкими – першопочатковая задача социальных службов кожного района. Снежана Крежевич, Кристина Каранкевич, Денис Жавина, Александр Артемьев. Новины региона. 19-го студеня православные верники святкують воду. Хреша свята начинаются отзнашать на 5-е дни у вечера. Проходят службы у храмах, освящаются воду. Люди верят, что в этот час вода набывает гаючие властивости. Тому уже с самой ранницы до Могилевских храмов – Чарха, как набрать заповедные водицы. Бо подобным высшим чином вода освятляется у сего раз в год, как на воду Хрешча. И как набрать такую воду, у православных верников есть у сего два дни. У ее навод есть особная назва – Великая Аясма. Царква верит, что у этой воде передается Божия милость. А еще одна наших дзен заховалась традиция, акунасы на воду Хрешчу у Полонку. Гэта традиция не обовязковая для верников, а летым не меньше даючих не мало. И у кожных она гэта зрозумела свои причины. Спокойствие. Какая-то аура. Спокойная аура. А ну хорошо, выходишь, как будто человек заново рождается. На Могилеушчине было организовано больше за 30 месяцев для окунания. У гэтых местах дежурили супрацовники милиции и худкой медопомоги. Марта Милосердова, Егор Малейка, Александр Артемьев, Новинрегиона. Шатвер выдался снежным и принес на Могилеушчину местами зауважный прирост снежного покрова. Так у Крышеве за сутки снегу стало больше на 11 сантиметров. У Мстиславе и Могилеве на 5 сантиметров. Что до ближайших дзен, то в субботу снег только часом. Чекается слабый ветер и температурный фон от минус 1 до минус 5 градусов в день. У недели у нашей прогнозуется заверуха и морозы местами до минус 17 градусов. У день переважно без опадков и температурный фон у межих 3-8 со знаком минус. У понеделок без опадков порывы ветру дальше 13 метров за секунду. У день от нуля до минус 5 градусов. А вот за уторка ветер смоцнится до 20 метров за секунду. Чекается заверуха у нашей минус 2, минус 7. А вот у день место минало до плюс 2 градусов. И то же самое у Сираду.